Я уже забыл, какое сегодня число-то... 14-е, кажется. Да, 14-е, вторник февраля 2023 года. Прогулки художника по городу Иркутск. Начну я их вот здесь, да? Нет, начал я их далеко, я просто камеру здесь включил. И сегодня я взял простые карандаши, как обещал. Я, видимо, все-таки к ним придурно или поздно. Я решил отказаться от всех этих механик, электроник и взял набор самых простых карандашей. Но я взял их несколько, разной твердости. Ну, не буду рассказывать, наверное, любой маломальский знает. Есть твердые, мягкие, очень мягкие. Я взял разные. Но перед этим их надо заточить. И я не буду пользоваться вот этой вот точилкой, которая, в общем-то, одноразовая, можно сказать. Не знаю. По крайней мере, если просто стержни и точилки еще как-то можно точить, то с деревянной оболочкой карандаши точить этой самой точилкой дохлый номер. И вообще удобнее мне привычным средством, моим любимым инструментом. Сейчас я его расскажу, покажу. Ну и мастер-класс по заточке карандашей. Ну, мне показывать дно этой урны-то не очень хочется. Ну, что поделать. Я же не могу мимо урны точить. Как бы мне так сделать? Вот они, мои карандаши. Я их взял. Сколько тут? Четыре? Нет, ну я взял-то больше. Просто я сейчас доставлю вот четыре карандаша. Его любимый инструмент. Ладно, знаете, я думаю, меня простят. Тут снег. Скоро будут убирать. Карандаш это не такая великая уж грязь. А если я буду на дурный точить, то не будет видно вообще. Вот один я уже подстрогал. Видите, остренький какой. Для этого я использую вот эту бритву. Этой бритве сто лет. Ну, наверное, сто не сто, но больше полувека это точно. Два рубля вот написано стоит. И я помню, я ее еще сам себе купил, учась в школе. Наверное, в классе в восьмом. Ну, в общем, я тогда ходил в художественную школу, и вот этой бритвой я начал подстрагивать. А потом, значит, она, видите, уже как сточилась. Ха-ха. В институте с ней был. Так что это мой древний инструмент. Ну, поехали. Вот смотрите, видите, эти карандаши не совсем еще подстроганы. Сейчас мы их подстрогаем. Я вдруг обнаружил, что люди-то даже карандаши подстрагивать не умеют. Меня это так удивило. Ну, во-первых, подстрагивать надо не бритвой, в смысле, не лезвием вот так вот, а пальцем направлять лезвие. Вот понимаете? Я ставлю лезвие. Потом ставлю палец большой, вот, видите? Вот мой рабочий инструмент. И большим пальцем я проталкиваю лезвие по... Вот конус. Он должен быть оптимальным. Можно, конечно, его сделать, ну, очень-очень длинным. Ну, вот, такой вот вполне достаточно, чтобы... И кончик тоже, я не оставляю его длинным, как кто-то делает, там, называют коготь ведьмы. Я видел, как девочки затачивают, оставляя вот этот вот графит. Я не знаю, там, сантиметра полтора выстрагивают вот так вот его и оставляют. Ну, я не знаю, чего они этим сильно уж добиваются, ведь он же еще, помимо прочего, истачивается, ломается. Нам для чего нужен графит вот этот? Ну, острый кончик нужен, понятно, для очень тонких линий. А его вот эта вот ширина, около сантиметра, чуть меньше, нужна нам для того, чтобы делать более широкие линии. И чем хорош карандаш, в отличие от этого механического 0,5 стержня, тот вообще как бы проволочный и все. А этим мы можем делать очень разнообразные линии. Ну, вот вы видели, я сначала вот так вот строгал деревяшечку, а потом аккуратненько вот так вот заточил карандашик. Вот, ничего сложного. Смотрите, он у меня получился, ну, можно его довести до идеальной, там, до иголочного состояния, но вот так достаточно. Он и так рискует сломаться. Вот карандашик один мы подточили. Красиво и понятно, и быстро, может быть, даже быстрее, чем этой точилкой. А точилка, между прочим, она дерево, как правило, плохо режет. Ну, может, чуть-чуть побыстрее. Не, не знаю. Вот в этом вот подстрагивании есть естественное движение такое, естественные человеческие жесты. Все это, все это живое. Это все вот то, что относится к моей парадигме честного искусства. Без девайсов, без механик, без лишних. Собственно, видите, я настолько уже научился, что я могу и просто вести очень ровно вот это вот, вот это делать движение, но оно не у всех получится. Я даже вот, видите, вот этими, по сути дела, десяток движений, не больше, и получился идеальный карандаш. Вот, заточенный, видите? Как им рисовать, я покажу отдельно. Ну, и еще один тут у меня есть. Тоже выравниваем. Я уж не знаю, откуда этот карандаш у меня, но у меня их очень много. Кто-то, ну, я так не подстрагиваю. Он как-то очень криво, вот видите, как он весь кривый. Это сразу видно, что неумелый человек подстрагивал. Я вот, смотрите, можно пальцем делать, но когда очень острая бритва, и, в принципе, когда ты умеешь, то направляю вот ее вот так вот, вот, смотрите, уверенным таким движением руки. Это благодаря тому, что сегодня бритву я наточил, она очень острая, и благодаря тому, что я взял карандаши старые, у которых вот эта оболочка кедровая или липовая. Как известно, вот на эту деревяшечку раньше всегда шел только сибирский кедр. Он очень ровный, у него нет никаких зазубрин, волокнист, не волокнистый. Он подстрагивается, он строгается идеально. Я не знаю, я знаю, что еще липа очень мягкое и ровное дерево, которое тоже было бы хорошо и удобно строгать. Но сейчас уже делают из чего угодно, и там даже из картона, и из пластика, и из каких-то кривых деревьев, поэтому сегодняшние трудно подстрагивать карандаши. А вот эти вот старые, еще кахенуровские, да, это чуть ли не с института у меня карандаши вот эти вот. Вот видите, как я его почти идеально подстрогал. Можно вот это расстояние даже меньше делать, потому что я рискую, когда буду рисовать, я рискую его сломать на улице. Ну, дома-то я буду лучше контролирую все эти вещи. А на улице, на экстриме, конечно. Ну вот, смотрите, что мы имеем. Итак, мы имеем три карандашика, четыре. Вот так вот идеально, можно сказать. Ну, их подстрогали. Видно? Что еще надо? Какая точилка? Ну, я иногда покупаю точилки, но потом их, можно сказать, забрасываю, выбрасываю. Меня они не удовлетворяют. Ну что, пошли рисовать. Это у меня специальная такая подкладка для сидения. Если где, когда придется. Вот сейчас пришлось сесть. Не знаю, пригодится ли. Я вот, видите, сегодня, как прилежный, взял специальную салфетку, чтобы подкладывать под руку. Ну, не знаю, поможет ли она мне. Мешает, скорее всего. Ну, и вот наши карандаши. Ну, возьму вот B. Хотя обычно рисую очень мягкими. Не, мешает мне подкладка, подкладка, но я ее буду в руках дать. Так. Творно не будет порисовать. Здесь вот самое главное вот этот столб. О! B. Я давно им не рисовал. Какой он, оказывается, твердый. Ха-ха. Непривычно, слушайте. Вот 4B. А вот этот, по-моему, вот этот 7B у меня, вот этот. Ну, давайте попробуем им. Сейчас поэкспериментирую, поэкспериментирую, да. Отложу я эту затею. Слушайте, а очень твердо, непривычно. Ай-яй-яй. Только контур, что ли? Еще мягче? А куда мягче-то 7B? Нет, это HB. Ой, елки-палки. А я уж... А где у меня тут 7B-то был? Я его не взял, что ли? А сейчас опять... 8B. Вот 8B. Давайте посмотрим. Ну, чуть-чуть. Я сегодня купил вот эту бумагу, зашел. И все-таки, когда выбирал, 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 выбирал в магазине по разным критериям. Там солнце такое яркое. По разным критериям выбирал бумагу. Ну, главный критерий был очень простой, чтобы она была плотная. Потом я ее трогал, ощупал руками, чтобы она была для карандаша. Я специально для карандаша брал. мне не важно, что там написано, кто что пишет. Две для черчения пишут, две для рисования. Я пока сам пальцем не потрогаю ее шершавость, так сказать. Главное, чтобы она не была гладкая совсем. Карандашом-то хочется рисовать. Так, это я столб здесь нарисовал. Да. но я его нарисовал. Ну, ладно. Сдвинул я столб немножко. Здесь такая куча снега, но никто же не поймет, что здесь посредняя улица снег. Куча. Вот поэтому я, наверное, погрешу против истины. Там у нас наша привычная, обычная решетка. Ну, не знаю, я вот давным-давно не рисовал простым карандашом, можете представить. В институте-то мы ими только и рисовали. С тех пор у меня какая-то память, так сказать, осталась. Привычка к этим карандашам. Но, ну, ладно, ничего, пока сейчас ничего не говорю, рано еще говорить. Здесь опять куча белая. Там скамейки. Мне эта рамка, которую я сделал, эту свою самодельную рамку, она, видите, и помогает, и мешает. мешает она тем, что часто на нее, за нее задевает карандаш. Такие столбы у нас странные, но вот прорисовывают, наверное, надо прорисовывать. То есть, здесь вот такой узорчик загибулина такая, здесь загибулина сюда идет. Здесь перекладина. Вот для чего нужен, видите, разнообразный штрих и разнообразная заточка карандаша. Вернее, вот эта вот длинная. Потому что в карандаше важно, да, в любом инструменте, ну, в данном случае, вытаскивать из него все его возможности. Карандаш имеет несколько возможностей для нескольких линий. Вот этот столб, я, можно сказать, лишний нарисовал. или что теперь мне делать с ним? Я думаю. Ну, его можно, конечно, оставить, и никто даже и не догадается, что он не на месте стоит. Кстати, сегодня буквально мне там в ютюбе написали, что кого-то поражает, как я умело там, значит, компоную без разметки свои домики и композиции. Но тут есть, конечно, определенные секреты. Секреты, хитрости, не знаю, как их назвать. Вы знаете, кстати говоря, студенты Академии художеств, вот такого плеяда вот этого Чистяковских учеников, там, Суриков, Репин, Серов, еще те, которые были и славились у нас лучшими рисовальщиками конца позапрошлого, начала прошлого века, они устраивали такие вот типа соревнований, шуток таких между собой. Так, устраивали типа конкурсов каких-то, рисовали там разные ставили друг другу задачи. Конкурсы такие. Ну и, например, по-моему, больше всех тестеров этим славился, что он мог, ну, здесь вот куча снега, надо ее рисовать, не знаю, вот то, что там куча народу надо рисовать, а кучу снега не знаю, уж очень она не характерная здесь, я подумаю. Так вот, Серов славился, ну, они все так это делали, но лучше всех получалось у Серова, когда сидела натурщица, например, он начинал ее рисовать с мизинца левой ноги, просто вот так вот в углу листа начинал рисовать мизинец левой ноги и начинал рисовать дальше, 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 ну, то есть с любой части тела, скажем так. Ну, я, наверное, так домики умею рисовать, с любой части композиции начать рисовать и... В чем здесь хитрость? Ну, конечно, есть во всем такие какие-то, ну, это не хитрость, я не знаю, можно ли это назвать хитростью, умение, оно и есть умение, такое... Наверное, есть и хитрость все-таки в этом, потому что люди-то видят одно, а на самом-то деле там заковык это совсем в другом. Специально как-то вот это систематизировать эти хитрости композиционного такого композиции во время рисования, которые кажется, что оба, как он классно делает, а на самом-то деле это часто изофокусы. Вы ведь не догадываетесь, какие моменты я пропускаю, какие моменты я... Вам кажется, что так и должно быть. Вот, короче, главный принцип, или главная хитрость, что если ты выстроил эту композицию, да, вот если мне, кстати говоря, это салфетка и пригодится, то, скорее всего, для того, чтобы нос вытирать, а не для того, чтобы ее подкладывать. Мороз, извините. На чем я остановился? на хитростях композиции, которая кажется, ой, как классно сделано и правильно вдруг все получилось. Почему вот я начинаю без разметки, да? Ой, вообще, это философия целая, но не даром я ее назвал. вот пустые окна, они, вот я потом еще фотографию сделаю, может быть, вы увидите, насколько вот они обезображены, эти окна, пустотой, да, вот хорошая фраза, обезображены пустотой, здесь вот, поэтому она, ну я, поэтому вот рамы в окнах, это, там куча положительных качеств. Ну, во-первых, самое главное, это то, что они сделаны в стиле этого вот фасада. Вот видите, мелкая пластика, орнамент вот этого вот. уже хотя бы то, что рама, ну я, конечно, сейчас не буду вот эту выбитую раму, я ее, конечно же, нарисую, так как я считаю, как архитектор, как она должна быть, понимаете, должна быть, она примерно вот такой вот, сложный, интересный. Вы знаете, ведь рама, это не что иное, как еще и перекрестие, оно не пускает вот это вот, ну, это, конечно, мистика, но давайте поиграем в эту игру. Она не пропускает, а здесь окон, здесь не окно, здесь, кстати, выход на балкон. Здесь вот такая вот интересная решетка, которую надо прорисовать будет. Рама, она визуально, и не только визуально, она физически является оберегом. Она все-таки, вот насколько человек себя чувствует беззащитным, психологически, сидя перед панорамным окном. Красиво, все нормально, да, и тем не менее, физически вы себя не можете психологически ощущать защищенным, сидя на десятом этаже с панорамным окном, которое начинается от пола, да, и до потолка. я не знаю, ну, конечно, там есть для этого специальные хитрости. Вот теперь нам нужен карандаш более твердый, а это у нас какой? HB, но это будет очень твердый. Вот все-таки HB для рисования уже с трудом подходит. Наверное, самый мягкий, какой может быть, это B, скорее всего. А есть у меня такой? Вот, у меня есть B-карандаш, ну, посмотрим. Видите, он даже, ну, я это чувствую, я не знаю, чувствуете ли вы. Вот, вот, кстати говоря, HB, B, оказалось, что B, в общем-то, тверже, да, B тверже, чем HB. А возьмем вот этот HB и сравним. Вот этот B Кахинор, а вот этот B Героинт. и скорее всего они будут разные. То есть, сами фирмы не так уж точно выдерживают эту тверкость. Ну, я скажу, что вот этот HB помягче, чем вот этот B. Это такие нюансы, они не принципиальные совершенно. Я еще раз говорю, что не очень люблю говорить, разговаривать об этом. Ну, вот, этот карандаш, который у нас тут HB называется, он более-менее похож по цвет, цвет по тону, да, в данном случае. Он не так, он схож, он хоть и тверже, но он схож. Вот этот карандаш совсем неплохой HB, им можно рисовать. у него темная линия. Дело в том, что вот у тех предыдущих, которые я брал, у них линия серая. Нет, ну, конечно, вот этот простой графитный карандаш, так называемый простой, он тем и интересен, тем и славен, что у него серебристый, не черный, а серебристый серый металлический штрих. Именно поэтому серый графитный карандаш нельзя сочетать с цветом, потому что серый это не цвет, в живописи черный это в живописи не цвет. Ну, там идет полемика, идут споры, там, черный цвет или не цвет, но физика поставила все на свои места, и физиология, кстати говоря, человеческая, поэтому для меня здесь вопроса нету. У человека, как вы знаете, есть ночное зрение и дневное, есть цветное и есть черно-белое. У человека даже эти рецепторы, ну, я неправильно могу назвать медицинские термины, но те рецепторы, которыми человек воспринимает, ну, видит, короче говоря. У него так четко и поделены. Есть рецепторы цветного зрения, их три, как вы знаете, да, и есть отдельные, так сказать, отдельно стоящие рецепторы черно-белого и серого цвета, точнее, не цвета, вот в том-то и дело, я все время оговариваю, что черно-белый, серый, это не цвет, это свет. Вот. поэтому серый в живописи, ну, он только с оттенком каким-то может существовать. Вот чисто черный, чисто белый и чисто серый, это как дистиллированная вода, которой в природе, можно сказать, не существует, она искусственная дистиллированная вода. Вода всегда с какими-то примесями, вода, как всегда, с каким-то вкусом. Чистая, вообще нейтральная, химически чистая вода, она не живая, это мертвая вода. Вот то же самое можно говорить и про цвет. Вот живопись, она распоряжается, она владеет, она работает с цветом, а графика, она работает вот без цвета, то есть она вот, ее вотчина, вот эти вот серо-черные дела. Именно поэтому вот этот прием, когда очень часто делают, знаете, такой серый какой-нибудь рисунок, а в нем цветное одно пятно. это не сфера искусства, это сфера уже дизайна, плаката может быть. Да и в плакате это все неестественно выглядит, но вот вообще сочетание вот этого черно-белой гаммы или опять, я не знаю, как точно это назвать, но вот эта световая составляющая и цветная, они друг с другом они как бы неродные. Можно с ними играть, можно там хитрить, особенно этим болеют фотошопники, ну то есть эти фото-фото художники, худо-фотографы, которые портят свои фотографии в фотошопе. Ой, как они любят, да, вот это вот. Я как-то одному написал, что не надо. Он взял всю фотографию, нормальную фотографию, цветную, как положено, как весь мир вокруг нас цветной. А им там это, знаете, как обезьяне граната, когда досталась, она с ней там может творить такие ерунды. Так и эти фотографы, которым достался вот этот богатейший инструмент, так называемый условно фотошоп, они как обезьяна с гранатой начали разрушать реальность и начали действовать вопреки своему вот этому художественному призванию и корежить вот эту цветовую, тональную и прочую реальность. Они сами начали. Фотограф призван быть реалистом. Фотоаппарат он заточен под создание очень точной документалистики. Недаром фотокамеры очень дорогие, все эти фотодевайсы. И вся их дороговизна настроена на то, чтобы максимально точно передавать цветовые и всякие прочие реалистичные вещи. Детали там, И вот покупает наш фотограф дорогой дорогой фотоаппарат дорогущий с супер оптикой. Там цветопередача, над которой работали лучшие умы. Фотографирует, ему фотоаппарат выдает супер качество реалистичное. А этот худо фотограф идет быстрее, ну ему же у него же это, чешется в одном месте. прославится автором, и он бежит к фотошопу и начинает в этом фотошопе, в этой фотошопе, в этой, вот он начинает корежить реальность. ну что, будем здесь рисовать? Нет, не будем. Ну, пока что. Но я уже начал вообще-то. Я имею ввиду свои рамы. То есть, подразумевается, две форточки сверху, внизу промуга, вот. и вот такой вот витраж. Это я такой вот здесь предлагаю. Он, скорее всего, таким и был. Здесь тоже самое, естественно. А наши нынешние градоубийцы, я вот их так называю, тут мне один большой чин архитектурный, мой хороший знакомый, который сейчас со мной не очень поздоровается, как-то так встречались однажды, он ко мне даже не подошел, и, ну, я думаю, ладно. Ну, я-то на него не обижен, а вот он на меня сильно обижен. Большой-большой такой чин при архитектуре, с которым мы, собственно, учились вместе. За мою критику он на меня наехал. Что-то критикуешь нас, ну, поскольку, ну, имеется ввиду действующих архитекторов сегодня. А вот этот вот градостроительный совет какой-то есть, там, еще что-то, я же не знаю, теперь не разбираюсь. Вот. Так, здесь, ага, а там ангелочки сидят, между прочим. Ну, так вот, он на меня наехал обиженный, что-то, что-то нас критикуешь. А как не критиковать? Вот, это же все они каким-то образом к этому имеют влияние. На этот фасад, который проектировался, это же в их среде все делалось, это же в их среде все подписывается. но у них хорошая есть отговорка, отмазка, а это вот не я делал, а вот этот тоже не я делал. Ну, это вот как в том самом миниатюре у Жванецкого там, или у Райкина, да, покажите мне того человека, который шил вот этот вот кривой костюм. Им привели там 50 человек, мы шили, говорят они. и получилось, что вот этот рукав пришивал, этот пуговицы, этот, это, это, это. Все вместе криво-косо, а по рознь придраться не к чему. По рознь вроде бы, да, вот к пуговицам есть претензии, нет, нету. К рукавам есть претензии, нет, нету. К карманам есть претензии, нет, нету. Когда все это вместе собирается в кучу, то вдруг оказывается, что это все на человека не налазит, что это все криво-косо. Так и тут. 50 человек, никто не виноват. Казалось бы, должен быть виноват главный архитектор города, а он тоже говорит, ну я что, я же не могу отвечать за каждый дом, за каждое окно и так далее. Но ему когда я говорю, что, ну извините, дорогой, но вы должны организовать так свою службу, чтобы был какой-то контроль за эстетикой, за архитектурой, за этим делом, ну он тогда начинает ныть и плакать, что вообще он как бы человек там на подхвате, что он только бумажки подписывает, ну извините, бумажки подписывает, вот ты подписал вот эти окна. потом он говорит, что ну я не могу за всем типа следить и окна, вот здесь вот я сейчас тоже нарисую окна свои, да, не были они в то время, в прошлом веке, а то и позапрошлом, не были они такими огромными, уже хотя бы потому, что тогда стекла такие не умели делать, но и не поэтому, а потому, что у наших предков, которые проектировали у архитектора, у этого, в отличие от наших бездарей, было эстетическое чувство, стилистическое, у наших, вот которые, вот у этого главного архитектора, который подписал вот такие вот окна, он либо бездарный, либо он вредитель, что скорее всего, потому, что ему платят деньги, не платят ему деньги не для того, чтобы он это делал хорошо, а для того, чтобы он это делал так, как выгодно это застройщику, хозяину, который строит, хозяин строит, и он все оплачивает, за все, за все уплочено, как он говорит, в том числе, уплочено за согласование у главного архитектора, вот и все, и главный архитектор не имеет никакого голоса, но что самое там может быть прискорбное, что даже если у него голос-то и был бы, так он еще и уже совсем другой школы, он уже даже и не знает, как правильно-то должно быть, вот я уверен, он искренне считает, что так и должно быть, или по крайней мере, он вам найдет десятки оправданий, что так можно, ну а что можно говорить про того архитектора, главного нашего, который, так, у меня вообще все это видно, пишется, вроде бы пишется, который первым делом предложил снести в центре города стадион, труд, чтобы там построить очередной элитный какой-то, ну я не знаю, там, конечно, это все лукавство, что там он предложил в очередной раз там построить зал Мацуева, пианиста, я уже говорил про этот анекдотичный жупел, так называемый, когда, вот здесь вот крыша не настоящая, здесь уже сделана искусственная крыша, я уже говорил, что сейчас здесь пристроили вот такую современную штуковину, ну, может быть, не самую страшную, не самую плохую, но она, тем не менее, этот дом унизила в буквальном смысле этого слова. Вот был дом, он был важным, он был интересным, он был, они взяли, надстроили его, ну, может быть, они его надстроили более-менее нейтрально как-то, хотя вот все равно вот эта штука, сверху сидящая на вот этом вот, на старине, она буквально в прямом смысле сидит на старине, вот, и, а сейчас я вот себя поймал на том, что я болтаю-болтаю, но начал много говорить и начал чертить, то есть рисовать надо, рисовать, рисовать, вот то, что я умею делать светом, все-таки, лучше, то карандашом, вот я вот сейчас вот вернулся к этим своим ностальгическим карандашам, но я карандашами-то делал архитектурные рисунки, а я сейчас хочу делать рисунки как художник, а я хочу делать рисунки как художник, вот, а я здесь взялся опять вырисовывать, я умею вырисовывать, народу нравится, что интересно, вот эти вырисованные штуки, а мне не нравятся, мне нравятся вот легкие такие, вот, понимаете, те, которые появляются жестом одним, без счета, без просчета, без расчета, чтобы вот это вот вся, все вот это вот, то, что тут вот, оно чтобы было, вот, ведь, собственно, ай, ай-яй-яй, я все-таки вот повлекся и начал делать архитектурный рисунок, и получается у меня не то, не сё, и не архитектурный рисунок, у меня архитекторы там из Мархи, да, например, они, ну, как бы, не то, чтобы критикуют, но они говорят, ну, это у вас, как бы, к архитектуре не имеет отношения, они мне показывают свои там прорисованные, ну, да, правильно, студенты, конечно, они специальные ходят и срисовывают, у архитектора, да, им положено, вот я взял сейчас 12-б, все-таки не выдержу, вот он какой черный, видите, ну, это вот в конце, наверное, и можно, но и вот он позволяет все-таки рисовать, а не чертить, а вот то, что я взял, он, конечно, меня вынуждал заниматься черчением, вот этим таким серым, нормальным черчением, короче, вот, что я могу сказать про этот рисунок, что, ну, я, в общем-то, рисовал, кому-то понравится, наверное, во-первых, я здесь со столбом наврал, ну, да ладно, никто не узнает об этом, это по поводу композиции, то, с чего я начал, говорит, как вы верно композицию строите, да вот в том-то и дело, что не очень-то и верно, но вы об этом не знаете, я всегда говорю, художник, о, собака какая ты, подошла, тут ко мне огромная, огромная собака, ха-ха, собака, подошла огромная собака, постояла на меня, посмотрела и пошла дальше, даже меня напугала, потому что она грязная, что-то мне морду свою, так сказать, посудила, вот в таком рисунке вот, какой я сейчас сделаю, и я говорил уже неоднократно, надо уметь соблюдать меру детализации, вот это самое интересное в таком рисунке, и вот когда эта мера детализации нарушается, вот я ее здесь, кажется, начал нарушать, понимаете, и тогда весь рисунок требует уже такой чертежной скрупулезности, вот здесь я сейчас пытаюсь вернуть себе, кстати, резинки на холоде стирают хуже, ну и правильно, и нечего резинкой пользоваться, вот мне вот нравятся именно вот такие небрежные линии, да, я начал с того, что меня там похвалили, что как бы вот рисуя небрежно, тем не менее, вроде бы даже получается красиво, но был такой там этот комментарий интересный, видно, что люди удивляются, ведь люди удивляются, ах, как точно вы увидели, и как точно вы нарисовали, не большинство, а тут я увидел такое же, ну, по сути дела, чуть ли не обывательское удивление, но человеку уже, который прозрел, который художественно прозрел, благодаря мне, наверное, он увидел, говорит, вы рисуете небрежно, но, ну как здорово, то есть он уже ушел от понимания точности, как искусство, потому что точность, это принадлежность вообще-то науке, да, а искусство – это не точность, я уже говорил, мою гениальную фразу можете записать, что инструмент фотографа, ну, или, скажем, инструмент ученого – это объектив, ну, а у ученого – это объективность факта, а инструмент художника – это субъектив, да, вот такая простая разница, в глазу художника – субъектив, а в глазу фотографа – объектив, то есть он пользуется объективом, даже, причем, не своим, не своим глазом, если я сейчас здесь понарисую много людей, кстати, все в капюшонах и почти одинаково одеты, я сегодня обратил внимание, очень многие в черном ходят, я думал, что я один, нет, я смотрю, очень многие, в свое время китайцы к нам приезжали, когда вот у них была эта вот культурная революция, ну, и Китай был тогда, можно сказать, отсталой страной, они все ходили в синем, у них была такая синяя униформа у всех, видимо, их еще когда выпускали, а сейчас я вот смотрю на иркутян, на людей на улице, белые, синие, и пестрых немного, но это и хорошо, нет, не знаю, конечно, серая толпа у нас, толпа у нас серая, что там говорить, сегодня только заметил, что вот эта решетка здесь, она какая-то странная, там часть решетки круглыми вот этими вот орнаментами, а часть решетки оказывается с такими треугольными, о, как интересно, я этого не замечал, а где какой, не знаю, надо будет разбираться, просто вот туда уходит круглый, ну, что, делать мне этот белый снег, или не делать, ну, то, что вот туда, я не знаю, дорисовывать вот это вот все, дорисовывать, все, хватит, пойду я, хе-хе, я пойду, я пойду, однако, надо, вот эта вот степень прорисурсовки и металлизации, она зависит от цели, если у тебя цель продать картинку, вот сиди, да, посинение, на морозе вырисовывай, а зачем тогда на морозе, сфотографируй, прийди домой и срисовывай, вот я примерно этим сейчас занялся, я понял, что я, видите, ну, я заболтался немножко, надо вот, я обещаю, я завтра сделаю следующий, такой вот, эксперимент, я завтра поставлю себе задачу, сделать 10 быстрых рисунков, вот, когда цель эту поставишь, и не будешь сидеть, а видите, я еще уселся к тому же, ха-ха, когда стоя тоже, это вот тоже стоя, позволяет рисовать в стиле в определенном, а потому что, как говорится, ну, сел и все, и можно сидеть, болтать, долго рисовать, разговаривать, даже на морозе, и то, но теряется, теряется, теряется живость, самое простое слово, да, кстати, там вот интересно, такое вот, над дверью, вот такой вот, розеточка такая, это очень хорошо, это очень хорошо, а здесь, здесь Эльдорадо написано, я не буду писать, я им рекламу не собираюсь делать, ладно, пусть будет так, хватит на сегодня, ну, вот можно вот эту рамочку теперь убрать, скажу, что заплатил я 240 рублей за эту бумагу, ну, там 40 листов, я долго выбирал, я уже начал говорить об этом, по критериям качества, количество и цены, вроде бы взял, а она все равно гладковатая, я специально выбирал бумагу по шероховате, но не акварельную, ну, и что вижу, что она все равно гладковатая для меня, вот собака, ну, давайте я вам ее покажу, вот она ходит, а я сегодня не взял еды для собак, может, она и стала бы есть, вот собака, собака, ну, чем мне тебя покормить, ты же конфеты не будешь, огромный, огромный пес, с ошейником, надо сказать, а кто на него надел ошейник, ну, нету мне у тебя ничего, ну, прости меня, собака, а собака, как тебя зовут-то, добрая такая, несчастная, ходит вокруг меня, а в столб стоит, видите где, а теперь даже показывать не буду, где я его нарисовал, ну, ладно, покажу, вот так вот это у меня выглядит, не сильно набрал, ой, собаку ж надо нарисовать, да, ну-ка я сейчас быстренько собаку нарисую, но я уже снял камеру, все карандаши мои развалились, попадали, ну, елки-палки, кстати, вот этим деревянным карандашам противопоказано падать, потому что мы этого не замечаем, но внутри они, ну, что, я собаку нарисую, но опять же никто не поймет, ну, там вот она улеглась, на земле там, с кем-то, там люди, ладно, не буду все-таки, простит меня собака, пусть, она здесь как-то вот в центре города не совсем может быть даже и уместно, так, ладно, пишем, сегодня у нас 14-е, да, ну, и второе, два, два, как я тройку не могу никак нарисовать, а, надо прямо садиться и специально отрабатывать, ну, я пытался, но так у меня не получается сразу красиво нарисовать, ну-ка давайте попробуем на обратной стороне, сейчас маленький урок графического дизайна, урок графического дизайна, и так, пишем, два, ноль, два, а потом надо три писать, но если здесь ее продолжать, то она уходит сильно вниз, правильно? если поднимать, то она поднимается плохо, вот от этой вот, ведь надо, весь смысл, это должно быть написано, не отрываясь, понимаете? И вот эта вот штука, она приходит, ее не поднимешь сюда, приходится отрывать, то есть два, ноль, два, а потом три писать, вот, если всегда, особенно два, ноль, два, два, хорошо писалось, два, ноль, два, один, хорошо писалось, а два, ноль, два, три, надо писать как-то вот так вот, два, три, ну, вот, и вот я этого не нашел пока хода, два, ну, давайте подумаем вместе, как-то так вот, а отрывать мне не хочется, два, ноль, два, три, ну, так-то понятно, а вот чтобы не отрываясь, как написать, два, два, три, не получается, она кривая, в обратную сторону, трудно загибать, два, три, два, три, три, два, три, ну, видите, вот двойка перестает быть двойкой, два, три, а двойка перестает быть двойкой, два, ну, думать надо, короче говоря, это, вот смотрите, интересная задача, она абсолютно интересная графическая задача, как одним движением написать два, ноль, два, вот если два, ноль еще понятно, что это двойка и ноль, если два, ноль, два еще понятно, что это два, ноль, два, то два, ноль, два, три, вот сюда писать, ну, не знаю, может быть в этом даже что-то и есть, два, два, Молодежь там что-то орет. Ладно, надо подумать, короче говоря. Видите, с первого раза не получается. Это задача. Это такая графическая задача, которую надо решить. Может быть, к концу года научусь лихо писать эту цифру. А вот и в этом смысл, понимаете, в этом смысл графики. В едином естественном жесте. Просто написать 2, 0, 2, 3, это не искусство. Это просто дизайн, это обычное письмо, это что угодно. Искусство, если мы взяли в руку карандаш, если мы начали что-то писать, рисовать, то искусство заключается в этом жесте. Вот умеем мы вот этот вот жест изображать какой-то. Вот умеем мы вот это вот одним жестом сделать так, чтобы это было красиво. Почему одним? Ну, я еще раз говорю, потому что если мы это разбиваем на отдельные вещи, то здесь проявляется, так сказать, возможность корявости. В едином вот этом движении проявляется как раз мое человеческое качество. Я вот здесь автор. Вот понимаете, вот в этом, 2, 0, 2, 3, так напишет любой. Так напишет любой. Это не авторство. Авторство вот в этом где-то, понимаете, 2, 2, и я в этом. Вот, кстати говоря, вот удачный вариант я тут неочетно написал. 2, 0, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ну, тут есть еще такие моменты, о которых я могу поговорить. О таком вот, о движении вне листа. 2, 2, а потом это движение идет как бы 2 и продолжается. Ну, только оно продолжается в воздухе. 2, ля-ля-ля-ля, и 3 появляется. И вот тогда сохраняется эта вот стилистика жеста. Ой, ладно, я о другом заговорил. Пойдемте, сегодня у нас все-таки не урок графического дизайна и шрифтового дизайна. Сегодня у нас просто хождение по улице и рисование. Солнце ушло, и стало уже холодно. Успею я еще один рисунок нарисовать или не успею, не знаю. Ладно, все, замерз. Да, еще раз посмотрим, что тут у нас получилось. Ну, ничего, что-то получилось, ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!